Преступности 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 В прошлом году на 2,5% сократилось число уголовно наказуемых деяний, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, и на 14,7% в состоянии наркотического опьянения. Снизилась криминальная активность в миграционной сфере, на 1,5% сократилось число преступлений, совершенных на территории России иностранными гражданами и лицами безгражданства, и на 4,9% в отношении них. Безопаснее стало в общественных местах, снизилась уличная преступность. Так, преступлений на улицах, площадях, в парках и скверах зарегистрировано меньше на 9,9%, в том числе грабежей на 24,8%, краш на 18,5%, разбойных нападений на 23,3%. Остается стабильная оперативная обстановка на объектах транспорта, где количество зарегистрированных незаконных деяний сократилось на 7,3%, в том числе на 7,1% тяжких и особо тяжких. В 2020 году зафиксировано снижение на 9,5% числа преступлений в семейно-бытовой сфере, в том числе на 15,8% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 13,5% вреда средней тяжести, на 10% легкого вреда здоровью. Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1%, тяжких и особо тяжких – на 14%. Основное влияние на рост тяжких преступлений по итогам 2020 года оказало увеличение количества криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В отчетном периоде число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло на 73,4%, в том числе с использованием сети интернет – на 91,3%, при помощи средств мобильной связи – на 88,3%. Благодаря эффективной деятельности Министерства внутренних дел России и налаженному взаимодействию с другими правоохранительными ведомствами, оперативная обстановка во всех субъектах РФ остается стабильной и контролируемой.